Лечение щитовидной железы требует внимательного подхода и регулярного контроля со стороны врача. Важно придерживаться рекомендаций, своевременно принимать назначенные препараты и вести здоровый образ жизни. При правильном лечении и поддержке можно эффективно управлять симптомами и сохранить качество жизни. Не забывайте следить за своим состоянием и консультироваться с врачом при любых изменениях. Щитовидная железо-щитовидка – это важный орган эндокринной системы, который регулирует обмен веществ в организме, вырабатывая гормоны тироксин Т4 и триодтиранин Т3. Эти гормоны контролируют такие функции, как температура тела, уровень энергии, частота сердечных сокращений и многие другие. Если щитовидка не работает правильно, могут возникнуть различные состояния, такие как гипотиреоз – недостаток гормонов или гипотиреоз – избыток гормонов. Симптомы нарушения работы щитовидной железы могут включать усталость, набор или потерю веса, сухость кожи, перепады настроения и проблемы с памятью. При заболевании щитовидной железы важно следовать определенным правилам, чтобы улучшить состояние и избежать ухудшения симптомов. Вот что нельзя делать при болезнях щитовидки, избыток или дефицит йода. Йод играет ключевую роль в работе щитовидной железы, так как он необходим для синтеза гормонов тироксина Т4 и триодтиранина Т3. Однако как дефицит, так и избыток йода могут ухудшить состояние. При гипотиреозе недостаточной функции щитовидной железы нужно избегать дефицита йода, но не следует принимать йод, содержащие препараты без назначения врача. Большое количество йода может подавить оставшуюся функцию щитовидки. При гипотиреозе повышенной активности щитовидки избыток йода может стимулировать чрезмерное производство гормонов. Важно ограничить потребление йодированных продуктов, таких как морская капуста, и быть осторожным с добавками. Не злоупотребляйте соевыми продуктами. Соевыми соями содержат вещества, которые могут снижать эффективность лекарственных препаратов, применяемых при гипотиреозе, например, левотироксина. Соевые продукты. Соевое молоко. Тофу соевый соус можно употреблять, но желательно с осторожностью. А лучше, по рекомендации врача, чтобы не нарушить баланс гормонов. Избегайте гайтрогенных продуктов в сыром виде. Некоторые продукты, называемые гайтрогенными, могут подавлять работу щитовидной железы. Это важно, особенно если у вас гипотиреоз. К таким продуктам относятся, крестоцветные овощи брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, шпинат редька, репо-соевые продукты капуста. Важно помнить, что при тепловой обработке эти продукты теряют часть своих гайтрогенных свойств, поэтому лучше употреблять их в приготовленном виде. Избегайте чрезмерного стресса. Стресс влияет на здоровье щитовидной железы, так как он может активировать воспалительные процессы и нарушить гормональный баланс. При заболеваниях щитовидки особенно важно избегать длительных стрессовых ситуаций, так как они могут усилить симптомы, такие как усталость, нервозность или бессонница. Рекомендуется практиковать методы релаксации, такие как медитация, йога, дыхательные упражнения. Не пренебрегайте регулярным приемом лекарств при заболеваниях щитовидки, особенно при гипотериозе, регулярный прием препаратов, например, левотероксина критически важен для поддержания нормального уровня гормонов. Нельзя пропускать дозы или прекращать лечение без консультации с врачом, так как это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Ограничьте кофеин и алкоголь. Алкоголь кофеин и алкоголь могут повлиять на здоровье щитовидной железы и ее гормоны. Употребление большого количества кофеина может усугубить такие симптомы, как нервозность и учащенное сердцебиение, которые уже могут быть при гипотериозе. Алкоголь, в свою очередь, может подавлять функции щитовидки. Не игнорируйте симптомы. Симптомы заболеваний щитовидной железы могут быть разными, от усталости и потери энергии до изменений веса, перепадов настроения и проблем с памятью. Если замечаете ухудшение самочувствия или новые симптомы, не следует откладывать визит к врачу. Не забывайте про регулярные осмотры при заболеваниях щитовидки. Важно регулярно сдавать анализы на уровень гормонов Т3, Т4 и ТТК териотропного гормона. Это помогает контролировать состояние железы и корректировать лечение при необходимости. Соблюдение этих рекомендаций поможет лучше контролировать состояние щитовидной железы и минимизировать риски ухудшения здоровья. Вот несколько основных рекомендаций для тех, кто страдает заболеваниями щитовидной железы, контроль йода в рационе. Ограничьте соевые продукты, избегайте сырых крестоцветных овощей, управляйте стрессом, следите за уровнем гормонов, не пропускайте прием лекарств, ограничьте кофе и алкоголь, сбалансированное питание. Консультации с врачом. Контроль йода в рационе. Не превышайте или не снижайте уровень потребления йода без консультации с врачом. Используйте йодированную соль, если врач рекомендует. Ограничьте соевые продукты. Если вы принимаете препараты для щитовидки, ограничьте употребление соевых продуктов, так как они могут мешать всасыванию лекарств. Избегайте сырых крестоцветных овощей. Включайте такие овощи, как капуста, брокколи и цветная капуста, в приготовленном виде, чтобы уменьшить их негативное влияние на щитовидную железу. Управляйте стрессом. Регулярные практики расслабления, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, помогут избежать негативного влияния стресса на щитовидную железу. Следите за уровнем гормонов регулярно, сдавайте анализы на гормоны щитовидки Т3, 4 и ТТК, чтобы своевременно корректировать лечение. Не пропускайте прием лекарств, всегда принимайте назначенные врачом препараты строго по графику. Пропуски могут ухудшить ваше состояние. Ограничьте кофе и алкоголь. Умерьте потребление кофеина и алкоголя, чтобы избежать обострения симптомов, особенно при гипертириозе. Сбалансированное питание. Питайтесь разнообразно, включайте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами селен. Цинк, которые поддерживают работу щитовидной железы. Консультации с врачом. Регулярно посещайте эндокринолога для мониторинга состояния здоровья и корректировки терапии. Лечение заболеваний щитовидной железы зависит от типа заболевания и его тяжести. Основные методы включают медикаментозное лечение, хирургические вмешательства и радиоактивный йод. Основные методы гипотириоз. Недостаток гормонов. Гипертириоз. Избыток гормонов зоб. Увеличение щитовидной железы. Оутоиммунные заболевания, например, болезнь хошемато. Оперативное вмешательство лечения узлов щитовидной железы. Диета и поддерживающая терапия. Гипотириоз. Недостаток гормонов. Гормональная терапия. Основное лечение гипотириоза – это пожизненный прием синтетических гормонов, таких как левотироксин-заменитель тироксина, Т4. Он нормализует уровень гормонов и устраняет симптомы усталость, депрессию, набор веса. Контроль диеты. Важно следить за уровнем йода, включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами селен. Цинк, которые поддерживают работу щитовидной железы. Регулярный мониторинг, постоянные проверки уровня гормонов ТТК, Т3 и Т4, чтобы корректировать дозировку лекарств. Гипотириоз избыток гормонов тиреостатики. Препараты, такие как тиамазолмеркозолил, назначаются для подавления активности щитовидной железы и уменьшения выработки гормонов. Бета-блокаторы, временное назначение этих препаратов помогает справиться с симптомами, такими как учащенное сердцебиение, дрожь, потливость. Радиоактивный йод. Радиоактивный йод используется для разрушения части тканей щитовидной железы, что снижает выработку гормонов. Это часто используется при диффузном токсическом зобе. Хирургическое лечение, иногда показана тиреоидоктомия, частичное или полное удаление щитовидной железы, если другие методы неэффективны. Зоб увеличение щитовидной железы лечения зависит от того, является ли зоб токсическим, производит избыток гормонов или нетоксическим. При нетоксическом зобе, когда функция железы нормальная, может быть выбрано наблюдение или хирургическое удаление, если зоб мешает дыханию или глотанию. При токсическом зобе используют тиреостатики или радиоактивный йод. Аутоиммунные заболевания, например, болезнь хошимато-лечения, включает заместительную гормональную терапию при гипотериозе, развивающемся вследствие аутоиммунного разрушения железы. Иногда дополнительно назначаются иммуномодуляторы для регулирования работы иммунной системы. Оперативное вмешательство. Тиреоидоктомия, операция по удалению всей или части щитовидной железы применяется при больших узлах. Зобе, раки щитовидки или неэффективности медикаментозного лечения. После операции может потребоваться пожизненная заместительная гормональная терапия. Лечение узлов щитовидной железы. Наблюдение, если узлы неактивно-доброкачественные, они могут просто наблюдаться без активного лечения. Радиоактивный йод, если узлы активны и производят гормоны, их лечит радиоактивным йодом. Операция, если узлы злокачественные или крупные, они могут быть удалены хирургически. Диета и поддерживающая терапия. При любых заболеваниях щитовидной железы важно следить за уровнем йода в организме и включать в рацион продукты, богатые селеном и цинком, которые поддерживают здоровье железы. Важно избегать продуктов, мешающих усвоению йода, например, крестоцветных овощей в сыром виде. Лечение всегда подбирается индивидуально в зависимости от диагноза, состояния пациента и тяжести заболевания. Надеюсь, это видео оказалось полезным для вас. Если у вас есть вопросы или вы хотите больше узнать о лечении щитовидной железы, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Субтитры создавал DimaTorzok